Вчера кремлевская дезинформационная машина вбросила в мировые СМИ якобы вариант мирного плана от Эрдогана. Многие повелись и даже начали обсуждать вероятность реализации такого варианта развития событий. Но кремлевские уши не стали себя долго ждать. Вечером Путин-Лукашенко как бы невзначай вспомнили Стамбульские соглашения весны 2022 года и в унисон заявили, что нужно к ним возвращаться. Достать тот документ, положить на стол и двигаться по ним. Это разумная позиция, там приемлемая позиция и для Украины. Добавляем сюда разрушение украинской энергетической инфраструктуры, торможение западной помощи Украине и получаем вполне понятный ход со стороны Москвы, замешанный на шантаже и запугивании. Ничего нового. Вы что, не знаете об этом, что ли? Давайте сделаем вид, что замораживаем конфликт на линии соприкосновения. Пока Украина будет приходить в себя на аппарате искусственного жизнеобеспечения, Россия нарастит военный потенциал и, как всегда, растоптав договоренности, уже точно уничтожит украинскую независимость. Типичная разводка, на которую никто уже не поведется, потому что в предложенном варианте фигурирует снятие всех санкций с РФ. Зашифровано это в пункте о невмешательстве во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства. То есть никаких репараций, размораживания всех активов РФ, возобновления поставок газа, восстановления северных потоков и т.п. Мда наглости кремлечмырям не занимать. Половодье все больше затапливает Россию. Из-за резкого потепления весенний паводок превратился в масштабное наводнение. Большая вода достигла Сибири и вслед за Орском и Ренбургом затопило Томский район. Весеннее половодье пришло и в Сибирь. Из-за быстротающего снега из берегов вышли несколько крупных рек, ранее затопив Южный Урал России и север Казахстана. Теперь большая вода достигла Томска. Из-за паводка разлилась река Томь. В Томске, Новокузнецке и Кузбассе объявлена эвакуация и развернуты пункты временного размещения. В зону бедствия направили 35 тонн гуманитарной помощи, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям России. А Минобороны России отправила туда тяжелую технику. По данным международных информагентств, военные сооружают искусственную насыпь, чтобы попытаться сдержать воду. Прогнозы синоптиков и гидрологов неутешительны. Гидромедцентр предупреждает о росте уровня воды в реках и подтоплении новых территорий. Масштабы половодья зависят от количества скопившегося за зиму снега и от того, как быстро он тает. В этом году за зиму выпало очень много снега. Из-за резкого весеннего потепления, когда с минусовой, температура быстро подскочила до 17-18 градусов, снег очень быстро растаял. Именно это и вызвало наводнение. Местные жители, пострадавшие от половодья, сетуют на власть. Предполагают, что водной стихии можно было, если не избежать, то хотя бы минимизировать масштабы ее последствий. Я не знаю, почему наши власти так отнеслись к этому всему, почему не сбрасывали воду. Взять такую ситуацию, мы ездили, грубо говоря, на рыбалку в соседнюю Башкирию, Башкортостан. Там макушкой водохранилище слили почти в русло. То есть мы были там в марте, его слили в русло. Русло открылось. То есть они готовились к этому. Почему наши не готовились, я не знаю. Да хрен, хрен его знает. Профессор климатических наук Британского университета Ридинга Мария Шагеданова говорит, что нужно было изначально, еще при проектировании застроек, учитывать рельеф и климатические особенности этой местности. Это вопрос управления и планирования мест строительства домов относительно потенциальной зоны затопления. Также это вопрос раннего предупреждения. Нужны качественные прогнозы погоды. Насколько мне известно, конкретно об этом наводнении предупреждали. Но было сложно предсказать его масштабы и предсказать, выстоят ли защитные заграждения. А они не выстояли. Дамбу в Орске прорвало. И теперь из лапводной стихии приходится спасать как людей, так и домашний скот. Один из местных жителей, спасая своих индюков, загнал их на верхний этаж дома. Некоторые животные сами, как могут, спасаются от наводнения. В Казахстане, север которого тоже затопило, пик паводков пройден, сообщили в местном МЧС. Однако не исключается вторая волна половодья. Из-за крупнейшего за последние десятилетия наводнения, по данным агентства Рейтер, в России и Казахстане эвакуировано более 100 тысяч человек. Увы, не шутка. По предварительной оценке, ущерб от паводков в Оренбургской области уже достиг 40 миллиардов рублей. И местные власти ожидают, что уровень воды продолжит расти. Другие регионы тоже страдают от паводков. Власти призвали эвакуировать жителей правобережной части Кургана. Город тоже может затопить. Впрочем, там уже придумали, как защитить людей. Для этого священники облетели область с иконой и совершили молебен о преодолении стихийного бедствия. Родственники погибшего в Крокусе остались без положенных им выплат. Семья Михаила Тарасова из Якутска рассказала журналистам, как столкнулась с полным равнодушием чиновников. Близкие хотят похоронить Михаила в родном городе. Обещанная компенсация на погребение – 150 тысяч рублей. Но все эти деньги уйдут на гроб и перевозку тела из Москвы. Люди недоумевают, не должна ли в таких случаях перевозка быть вообще бесплатной. Они также обратились в МФЦ, но и там никакого нормального ответа не получили. Помимо этого, родные погибшего могут рассчитывать на компенсацию в 400 тысяч. И не от властей, а от Красного Креста. Хотя семьям погибших москвичей обещают выплатить по 3 миллиона. Не менее издевательски звучит новость о штрафе сыну мобилизованного. 19-летний Иван Букин в феврале участвовал в акции вместе с другими родственниками мобилизованных. После этого молодого человека задержали полицейские, но отпустили, узнав, что отец парня воюет в Украине. Но в марте на него все же составили протокол по митинговой статье, и суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. При этом Иван фактически сирота. Отец на фронте, а мать умерла. Он живет на пенсию по потере родителя, но на штраф ее не хватит. Это факт. А преступников-рецидивистов в путинской России отпускают на свободу. В Забайкалье двое вернувшихся с войны зэков ограбили локомотивное депо. Их добычей стал металл, который они погрузили в машину и повезли в Читу. Сумму похищенного оценили в 700 тысяч рублей. И суд вынес приговор. Три года условно. Это несмотря на то, что один из грабителей уже три раза был судим за кражи и угоны. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!